Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас пресс-конференция главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева. Она посвящена итогам уходящего 2012 года. Я думаю, мы ее построим в обычном традиционном формате. Вначале предоставим возможность доступительного слова Михаилу Васильевичу, а затем вы все зададите свои вопросы. Как вы согласны с таким форматом? Хорошо, спасибо большое. Слово Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Спасибо за нашу встречу, что отозвались и, насколько мне доложили, все практически представители средств массовой информации, которые представлены на территории Чувашской Республики. И вначале же я хочу выразить слова благодарности всем вам за то, что в течение года постоянно освещали деятельность органов власти разных уровней. Были разные статьи, это абсолютно верно. Оценка эффективности деятельности как правительства в целом Чувашской Республики, органов местного самоуправления. И можно сказать, подводя итоги уходящего текущего года, в принципе, в основном средства массовой информации освещали достоверную, объективную информацию. Как органы власти работают. Понятно, критика, она имела место, она и должна быть, чтобы должности и лица органов власти не зазнавались. И сегодня мы встретились, чтобы подвести некоторые итоги уходящего текущего 2019 года. Как вы знаете, я хочу подчеркнуть, уходящий год и для России, и для нас, для Чувашской Республики, был насыщен событиями. Состоялись, прежде всего, такие значимые события, это выборы президента Российской Федерации. Они проходили под самым пристальным общественным контролем. На всех участках были установлены виде камеры, это было новшество, тоже вы знаете. Было много эмоций и разных таких суждений. Но вчера, вы знаете уже, и владеете информацией, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с посланием. Мы тоже в составе Чувашской делегации участвовали, материалами вы знакомы, я на них сейчас не буду останавливаться. И его программные документы, которые были освещены, опубликованы в мае текущего года, и вчера на них, на некоторых моментах, существенно значимых, которые касаются, прежде всего, качества жизни людей, продолжительности жизни людей, он остановился. Об этом я сейчас не хочу говорить, потому что вы все уже знаете. Ну и об оценке деятельности власти, по-разному, конечно, население обсуждают, и вы не даете тоже такого покоя, спокойствия. Это правильно, то, что освещаете достоверную информацию, есть положительная динамика, но и есть негативные моменты, которые мешают нашей совместной работе для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения, прежде всего, Чувашской республики. Новые задачи появились в экономике после вступления России во Всемирную торговую организацию. Вы это все знаете, я просто это подчеркиваю. Подведены и проводятся политические реформы, об этом тоже вы знаете. Вчера практически Владимир Владимирович Путин сказал, что даже Государственные Домы Российской Федерации будут уже формироваться 50 на 50, да? Слышали, значит? Я просто еще раз напоминаю. Но и вся политическая деятельность, она направлена на дальнейшую демократизацию и укрепление институтов гражданского общества. Чувашия в этом году выглядела очень достойно по всем макроэкономическим показателям, хотя мы все понимаем, у нас еще есть потенциал, ресурсы для того, чтобы возмущение наших граждан, наших жителей исправлять по тем или иным отдельным вопросам. За 10 месяцев текущего года индекс промышленного производства превысил уровень аналогичного переда до кризисного 2008 года на 5,4%. Эта динамика должна у нас сохраниться и мы год текущий завершаем достойно. Республика по-прежнему является одним из центров российского машиностроения. Производится у нас каждый второй российский булдозер и каждый десятый грузовой железнодорожный вагон. По производству продукции сельского хозяйства мы превысили докризисный уровень на 19,1%, по обороту розничной торговли на 25,3%, по инвестициям в основной капитал в 1,4 раза. Это успехи тружеников нашей республики в целом и работа принципиальной позиции общественных организаций. Я хочу поблагодарить тружеников республики за их эффективный труд и вас, уважаемые представители средств массовой информации, за объективную оценку и объективное освещение всех тех событий, происходящих в нашем обществе. По номинальной начисленной средней заработной плате на 16 618 рублей составляет среди субъектов Привозовского федерального округа в январе-октябре текущего года мы опережаем Мордовию, Мариел, Кировскую область и почти догоняем Ульяновскую область. Если мы среди 14 регионов Привозовского федерального округа обычно были там на 12 месте, то есть в динамике должно получиться улучшение и с учетом тех принятых решений, которые сегодня в декабре месяце уже находятся в реальных делах. Министерство экономического развития Российской Федерации отметило в нашей республике самые низкие темпы роста цен на социально значимые продукты питания среди всех регионов Российской Федерации. Это тоже такой ключевой показатель, это потребительский рынок, это и вопросы инфляции и ряд других благ для каждого человека и для каждой семьи. Итогом стало также увеличение реальных располагаемых денежных доходов жителей почти на 18%. Мы увеличивали уровень заработной платы в бюджетной сфере, но и наши работодатели, коммерческие организации, с учетом того, что у нас уровень заработной платы среди регионов Российской Федерации в последние годы оставался низким, тем самым вот динамика в этом году, еще раз я хочу подчеркнуть, она направлена на повышение качества жизни. Хотя, в то же время отмечаю, среднемесячная зарплата в республике не такая высокая, как хотелось бы всем нам и всем дружинникам нашей организации. И проблема бедности по-прежнему острая и требует решения, об этом я говорил в своем послании, поэтому работа постоянная такая, она ведется. По-шагово взвешиваем мы вместе с хозяйственными субъектами, как нам дальше двигаться и проявляем, когда надо, свою твердую волю, избегая разных популистских решений и заявлений. Мы вновь вошли в число лучших регионов России по эффективности работы органов исполнительной власти, вы это знаете, я еще раз это подчеркиваю. Вошли даже по следующему показателю, это по эффективности управления общественными финансами. Финансы поступили, я говорил, эти ресурсы, которые мы дополнительно получили, участвуя на конкурсе, будем направлять на увеличение зарплаты, прежде всего, где в бюджетной сфере у нас наиболее низкий уровень зарплаты. Хочу отметить, что в течение года в качестве поощрения из федерального бюджета мы получили в общей сложности 150 миллионов рублей. Достойная оценка, полученная правительством республики на федеральном уровне, свидетельствует о том, что мы находимся на правильном пути. Мы приняли решение, направленное на повышение рождаемости, это республиканский материнский капитал размером 100 тысяч рублей, хотя вы знаете, это еще раз подчеркиваю. Это ежемесячная выплата в размере проживительного минимума ребенка для семей, где с 1 января следующего года родится третий или последующие дети. Более 20 тысяч пожилых людей, чей трудовой стаж достиг 40 и 45 лет, получили звание ветеран труда и право на дополнительные соответствующие льготы, включая финансовую поддержку. В текущий год мы завершаем реализацию федеральной программы строительства современных физкультурно-спортивных комплексов и теперь практически можно перед вами ответственно доложить, они имеются в каждом сельском районе. Но и горожане поднимали эти вопросы, вы знаете, уже начато строительство одного физкультурно-спортивного комплекса и будем еще проектировать дополнительно. И в курсе я просто еще раз подчеркнул, недавно мы открыли прекрасный комплекс, это у нашего педагогического университета, построенное в участии политической партии «Единая Россия» и практически люди посмотрели, оценили и наши гости, что достойное благо создано дополнительно для наших горожан, для наших студентов ПЕД-университета. По модернизации систем здравоохранения и образования я не хочу говорить, цифры вы имеете практически, но один штрих хочу подчеркнуть. Те общеобразовательные школы на муниципальном уровне, которые долгие годы не ремонтировались, и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своей предвыборной программе обозначал эту тему, и на самом деле каждая третья школа в течение года у нас в республике отремонтирована. Кто бывал в этих школах, практически это другой уровень для учебы детей, для работы учителей, но и насколько я общался, и у родителей настроение приподнятое, с учетом того, что дети учатся уже в других условиях. И хочу еще такой факт отметить. Первые за последние 20 лет в республике мы стали с вами строить дошкольные общеобразовательные школы. Шесть современных, отвечающих 21 веку дошкольных образовательных учреждений мы ввели эксплуатацию. До конца года в плане стоит еще пять ввести, но тут есть проблема со стороны подрядчиков, которые выиграли тендер, поэтому примем с своей стороны все меры, чтобы наши дети получили соответствующее благо. Но и по рождаемости практически мы тоже выходим на положительную демографическую ситуацию, насколько я уже приводил цифру, вы знаете, более одной тысячи детей за последние 20 лет будет больше вообще в динамике, и мы выходим в этом году с положительной демографической ситуацией. Все, что мы делаем, спорим, работаем, это замечательно, но вот когда настроение у людей, у жителей Чувашской республики, оно улучшилось, вот это как раз, наверное, является нашим ключевым показателем работы всех органов власти, общественных организаций, да и практически всех жителей Чувашской республики, за что я благодарен. Ну и перспектива у нас такая благоприятная, хочу это тоже отметить, улучшается настроение у людей, уверенность появляется в завтрашнем дне, хотя нерешенных вопросов, нерешенных проблем у нас достаточно, о чем мы знаем, о чем мы говорим и, соответственно, спорим. Спасибо за внимание, и я готов начать отвечать на те вопросы, которые вы подготовили. Спасибо за внимание. Национальный телевидение Татьяна Молокова. Михаил Васильевич, вот в этом году было очень много работы проделано по повышению зарплаты сотрудникам бюджетных организаций, учителям, воспитателям детских дошкольных учреждений. За счет чего это сделано? И вот на прошедшей сессии депутаты Государственного совета приняли бюджет, в котором также говорится о социальной направленности бюджета, да, и за счет чего в будущем году будут реализовываться эти обязательства. Спасибо за вопрос. На самом деле, вы знаете, я просто хочу подчеркнуть, с учетом того, что задали такой вопрос, у нас макроэкономика в динамике в этом году дает хорошие результаты. Я цифры конкретные не буду приводить. И это как раз нам позволило взятые обязательства на себя, как правительством республики, органами муниципальных образований, получить тот результат, который мы оцениваем уже по итогам 11 месяцев и по итогам года. У нас есть прогнозные цифры. И правильно вы отмечаете рост заработной платы в бюджетной сфере. И тем самым здесь на сегодняшний день, все ли мы сделали или не сделали, вопрос возникает. Ибо уровень заработной платы в бюджетной сфере как раз желает лучшего. Поэтому мы последнее решение, которое приняли увеличение заработной платы для воспитателей детских образовательных учреждений на 24%, до этого еще несколько раз принимали. И могу дать достоверную цифру. Она у нас в динамике в течение года с учетом декабря месяца составит рост 67%. И на самом деле настроение у воспитателей детских образовательных учреждений улучшается. Хотя по некоторым отдельным муниципальным образованиям остаются вопросы. Ибо по полномочиям, по компетенции они там должны трансформировать. Через свои бюджеты все средства финансовой поддержки должны учитывать. Но отдельные сбои произошли, где мы на уровне правительства разбираемся. И соответственно жестко подходим к разрешению всех этих вопросов. И с учетом того, что мы новые современные детские сады построили. И там, конечно, производительность труда у воспитателей будет лучше. И вот это как раз показатель, ключевой, где на сегодняшний день говорят, что мотивации нет для работы, для воспитания детей. Мы эту мотивацию с каждым днем, с каждым месяцем будем улучшать. И прогнозы бюджета, который мы предусматривали, который государственный совет принял, в бюджете 2013 года соответствующие средства заложены. На остальных вопросах я здесь не хочу останавливаться. Хотя вы знаете, что в бюджетной сфере, то, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу, в принципе мы в динамике идем неплохо, хотя вопросы, как всегда были, они остаются. Поэтому спасибо за данный вопрос, то, что отслеживаете. Ну и могу отметить, настроение у воспитателей улучшается. Это практически увеличение уровня заработной платы в 1,7 раза, это достойный показатель, где дети в сегодняшний день воспитываются. И они должны, воспитатели, ощущать внимание государства, по крайней мере, для того, чтобы достойных детей воспитывать в 21 веке. Национальное радио. Проблемы нехватки молодых кадров образования, как намеренно республика в ближайшее время разрешить? Первое на чувашком, потом на русском скажу. Тогда вот, иду банажем, и бирку, иду в бирге правильцу Жайничея Суциявна, что однако в детстве в экономии, иду в городе Лайкландии, иду, иду в бирге правильцу Жайничея Суциявна, ида иду, иду в бирге правильцу Жайничея Суциявна. Продолжение следует... 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 Хорошо. Мы вас поняли. В общем, нам до того встретимся. Спасибо. Грозита, Советская Чуваша. Александр Белов, Советская Чуваша. Михаил Васильевич, все мы видим, знаем. У меня вопрос о продолжении темы, поднятой коллегой. На федеральном уровне президент страны, премьер-министр, часто встречаются с оппозиционными партиями, даже положительно оценивают в какой-то степени их работу. Вы где-то год назад тоже встретились с руководителями фракции, руководителями партийных организаций. Встреча была названа конструктивной, деловой. Но вот после недавней сессии госсовета вы встречались демонстративно исключительно только с Единой Россией, а оппонентов назвали политическими тельцами. В связи с этим вопрос. У нас оппозиция такая отмороженная, что с ней невозможно контактировать, как это происходит на федеральном уровне. Или у нас власть психологически не готова взаимодействовать, и вести разговор с оппозицией на уважительное слово. Спасибо. Спасибо за такой вопрос интересный, Александр Борисович. Но мы люди публичные, и мы всегда говорили открыто, без каких-нибудь таких секретов. Если взять последнюю мою встречу, мы подводили итоги работы не в целом с всеми политическими партиями, потому что все внесенные законопроекты, как главой республики, согласно Конституции, согласно действующего закона, в основном были поддержаны фракцией Единой России. Это не секрет, это все публично. Но есть другие фракции. Я с ними всегда встречался, и услышал их мнения. И в основном наша встреча была, это направлено на подведение итогов деятельности фракции Единая Россия и по некоторым партийным проектам по линии Единой России, которые в дальнейшем, допустим, в 2013 и в последующих годах будут приниматься. Я всегда в течение года, вы знаете, встречался с руководителями фракции и других политических партий. Это абсолютно проходило открыто. Но с учетом того, что все законопроекты, направленные на улучшение качества жизни, они вытекали в соответствии с указами президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в мае месяце, конечно, мы нормативно-бравовые документы, которые вносили, как проекты законов, в основном поддерживала Единая Россия. Понятно, там политическая борьба, политические дебаты. И я поблагодарил депутатов от фракции Единой России за эффективную работу и за принятые законы, которые направлены на повышение качества жизни. Понятно, есть отдельные депутаты, где есть популизм, где есть нечистоплотность, так скажем, вводят иностранные соблуждения. Исходя из этого, здесь никаких секретов мы не строили и не собираемся строить. Как я встречался с руководителями фракции в Государственном Совете, я и буду встречаться. Исходя из этого, практически всегда мы конструктивные вопросы и конструктивные предложения будем рассматривать, оценивать. Когда касается улучшения качества жизни, конечно, и предложения других политических партий и их фракции будем всегда учитывать. Здесь практически, ну, работа она такая ведется. А то, что отдельные депутаты на этой площадке, на площадке Государственного Совета Чувашской Республики хотят там политические игры, обманывают, ведя заблуждения, конечно, мы такие вещи пресекать не имеем права. Право есть конституционно. У каждого депутата выступать, высказывать свою позицию. Но когда оно связано с популизмом, конечно, здесь через законопроект и через законы мы не можем. Ибо это будет ухудшение ситуации. Спасибо за вопрос. Я так понимаю, газета Чебоксарская правда не подошла, их вопросы туда снимаются. Так Гатеркачеваша. Василий Васильевич, здравствуйте. Гатеркачеваша, Екатерина Конюка. Скажите, пожалуйста, корпорация развития. Можно ли считать этот проект удачным? Удачным проектом правительства Чуваши. Учитывая, что в последние несколько месяцев ничего о корпорации уже не слышно. И хотелось бы в связи с этим узнать, по-прежнему ли она привлекает ищет инвесторов для стартапов, по-прежнему разрабатывает бизнес-планы и каким инвестиционным проектам она сейчас содействует. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за то, что вы отслеживаете. На самом деле, корпорацию развития мы создавали для эффективной работы с инвесторами. Ибо органы власти иной раз не могут с коммерческими организациями выстраивать взаимоотношения. Можно сказать, с одной стороны, оценивая ситуацию и работу данной корпорации, что с первыми поставленными задачами он справился. Но с другой стороны, если взять, достаточно сегодня его работа или нет, конечно, вопросы у нас тоже возникают, и мы на таких рабочих встречах обсуждаем. Сегодня, самое главное, выстроено отношение с коммерческими структурами, не только в Российской Федерации, да и за рубежом. Я могу странам назвать Японию, Австрию, Индию и другие страны. Есть проекты, которые на сегодняшний день до стадии реализации. Один проект могу назвать, это парк 500-летия, где мы хотим создать фактически деревню 21 века, да, и ряд других там вопросов. Где и проект по маутенбайку у нас сейчас в стадии реализации, но и проект очень дорогой, более 7 миллиардов рублей. Раньше в Минспорте мы обсуждали, потом, соответственно, сейчас полномочия Ростуризма были переданы с Министерства спорта и туризма, как раньше называлось, Ростуризм, с ними отрабатывали. К сведению могу сказать, вот этот проект более чем на 7 миллиардов рублей сегодня по оценке федерального органа власти наиболее эффективный по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Вот по масштабности, по стоимости это самый крупный проект, поэтому я его называю. Насколько мы быстро все это можем реализовать, у меня все шансы есть и уверенность есть в собственных силах. С федеральными органами власти мы отработаем и то, что на сегодняшний день данная территория привлекательна и для бизнеса, общества, конечно, там бюджетно мы столько денег не можем выделить, мы должны привлекать инвесторов, даже если готовы участвовать страны, Европу или дальнего зарубежья. Но проект по маутенбайку там у нас уже ведется, федеральное министерство спорта в связи с тем, что это федеральные центры будут, этот проект мы обязательно реализуем. Параллельно вот это такое. Поэтому вот здесь масштабные задачи, которые стоят перед корпорацией в развитии, конечно, будем оборотов прибавляться, заставлять их работать, потому что там есть соответствующие должны соединиться и парк 500-летий вот в этом направлении мы сделаем. Дальше, конечно, не связанное с участием бюджета. Сегодня есть проекты, где на сегодняшний день есть определенные зацепки. Я вот как раз сейчас участвовал на такой официальной церемонии посольства Японии в Российской Федерации, обговаривал вопросы, делегации у нас были и один из проектов мы с Японией на территории республики в среднесрочной перспективе обязательно реализуем. Есть другие проекты, наметки, ну, здесь есть первые шаги, которые мы сделали, но пока, допустим, сказать, вот мы его реализуем, я не берусь, потому что надо все оценивать. Ситуация на рынке она тоже меняется, угрозы финансового кризиса, другие, как бы они сейчас уходят вроде бы на второй план, поэтому каждый предприниматель просчитывает, конечно, задача корпорации не за счет бюджетных денег строить, задача корпорации привлекать инвесторов, это главная задача, чтобы на территории республики появлялись объекты и дополнительные современные рабочие места. Спасибо за внимание. Издание Новая Чуваша, Соль-Земля. Егоров Числав Николаевич, сплачивайте мотивиру для обязанностей любого руководителя, тем более главы Чуваши, у вас это хорошо получается, вам доверяет бизнес. Электротехнический кластер Новый Город, это пример, я вот привожу как пример, ярко успешного государственного частного партнерства. С опережением выполняется программа «Земский доктор». «Привлеченово» уже в село поехало больше, чем полтора раза было заявлено. Гранты для людей, решивших начать свой бизнес, разлетаются как горячие пирожки. Население тоже прибывает. Но на что здесь я обратил внимание, рожают детей, как правило, в семьях зрелого возраста. Но я скажу о другом вопросу у меня. Национально ориентированный российский бизнес в поиске объединяющей идеи. Может быть и в Чуваши сформулировать такую долгосрочную идею, которая способна объединить все бизнес-сообщество, наука, профессиональное образование среднее и высшее, рабочий класс, имею ввиду я синие воротнички, то, что справедливо называют элиты. Если наша республика испытанный пилотный регион, то может быть Чуваши способна стать республикой пилоты для новой индустриализации всей России. Спасибо за вопрос. Частично практически вы ответили за это тоже спасибо. А так вообще приоритеты развития промышленности в республике вы знаете, они обозначены, это и техническая модернизация, ибо станки 20-го века, начало 20-го века сегодня они, конечно, должны сниматься с производства, почему я так говорю, потому что должна увеличиваться производительность труда, и потом от этого производительность труда коммерческие организации могут увеличить зарплату тружеников тех или иных организаций. Конечно, ввод новых высокотехнологичных производств, в том числе совершенно новых отраслях каких-то био- и нанотехнологиях у нас первые проекты имеются. Проект, который мы начинали, биопарк на сегодняшний день тоже в работе, конкурсная производство проходят, занимаемся поисками инвесторов с участием нас. И, исходя из этого, с учетом того, что Россия вступила во всемирные торговые организации, все мы понимаем, мы должны быть готовы к конкуренции. Виновом случае просто коммерческие организации будут закрываться, будет низкая производительность труда, мы порастеряем даже тех кружеников, которые работали, потому что не будет мотивации для труда. А с другой стороны, вы знаете, что мы создаем технопарки, допустим, объединять хотим в нашей коммерческой организации, но, прежде всего, вы тоже слышали, еще раз я подчеркну, это практически электротехники. У нас есть Всероссийский научно-инвесторический институт релестроения, есть предприятия, организации, которые уже подписали соглашение, тем самым с новыми импульсами они должны конкурировать на рынке уже, не только Российской Федерации, не только страны Зенген, но и всего мира. Я это просто подчеркиваю. Но у нас есть еще территория опережающего развития, мы создавали, допустим, Новочебоксарске, где как моногород прошли, значит, проходит у нас сейчас Канаш, тоже с учетом того, что одно предприятие, головное, которое не здесь, будет сокращать там людей, сокращать производство, мы ставили перед федеральным центром, и в принципе уже прошли, можно сказать, на 90-95% все этапы проверки и реальное принципиальное согласие со стороны правительства. тем самым нужно новые производства создавать. за то, что вы отслеживаете, потому что высокотехнологичный труд должен быть, и люди уже 21 веке хотят получать другую зарплату. А на старых производствах, конечно, мы не можем это делать. Информационное агентство Регнум. Информационное агентство Регнум, Николаева Наталья. Михаил Васильевич, вопрос несколько внешне, может быть, лично, но тем не менее многие склонны видеть в этой ситуации политический контент, далеко идущий контент. А вот приятно видеть, что на публичных мероприятиях, как в основном культурно-светского и духовно-церковного характера, вы зачастую появляетесь со своей супругой, тем самым подавая пример не только как глава Чуваши, но и как глава семьи. При этом еще более приятно было заметить, что в этом году впервые, пожалуй, первая леди Чуваши заявила о себе как самостоятельной ньюсмекер. И ее активность дала повод даже говорить о том, что в будущем она может участвовать в государственных делах. Ну, например, через создание какого-либо благотворительного фонда, как это зачастую принято в мировой и в российской практике. А так ли это? И вот в каких ситуациях, при обсуждении каких тем или проблем мнение супруги становится для вас приоритетным? Спасибо за такой интересный вопрос и пожелание. Я могу сказать так, в каждой семье, есть полномочия определенные между супругом и супругой. На сегодняшний день я могу сказать, моя супруга на ней такая публичная, значит, но когда касается решения прежде всего и разрешения тех вопросов, которые касаются нашей семьи, я всегда считал и считаюсь ней, и всегда у нас в споре рождалась истина, и она будет и так. А с другой стороны, то, что вы сказали, что она появилась, ее попросили, соответственно, ну и она поучаствовала на тех мероприятиях, о чем вы сейчас сказали. Поэтому создавать какие-то фонды, конечно, это ее право, обычно я не запрещаю где-то что-то участвовать. Если она созрела для этого, если хочет участвовать в таких общественных делах, соответственно, я запрещать не буду. В политике я ее придерживаю, чтобы она не участвовала. это однозначно, потому что у меня очень мало времени заниматься с детьми, и у нас договоренность такая семья, она негласная, и гласная можно сказать, к сведениям могу сказать, больше она должна заниматься воспитанием, потому что у меня очень мало времени. А то, что она сейчас уже с учетом того, что дети подросли и хочет участвовать в общественной жизни просто, как член общественной организации, недавно здесь проводили как раз съезд, где ее тоже избрали, и она советовала со мной, я говорю, пожалуйста, если силы у вас хватает, время найдете, я говорю, пожалуйста, поучаствуйте ради улучения качества жизни жителей Чувашской Республики. Там других интересов абсолютно нет. Спасибо за такой вопрос. Национальное Радио. Олег Прокопьев, Национальное Радио. Михаил Васильевич, вот некоторые в последнее время от имени Чувашской интеллигенции пытаются общество вовлечь в дискуссию такую, они пытаются разыграть некую национальную карту. Среди них есть такие солидные организации, как Чувашский национальный конгресс. В его рекомендациях прямо говорится о том, что во многих коллективах должны быть представители Чувашской национальности, которые владеют 70 процентов, они называют даже цифру, они владеют должны Чувашским языком. Во многом достается чиновникам. В большинстве случаев они говорят, что все чиновники должны владеть Чувашским языком. Как на ваш взгляд, не нарушает ли это гармонично выстроенные до сели отношения отношения в нашей многонациональной республике? Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо за такой интересный вопрос. Думаю, как на него ответить. У нас по официальным данным всероссийской переписи населения 67,7% составляет Чувашь. Это по сравнению с другими национальными республиками практически очень высокий показатель. То есть с одной стороны это как бы официально статистически, но с другой стороны Чуваший, когда идет всероссийская перепись, не стесняется сказать, что он Чуваш. Это очень здорово. Второе, по конституции Чувашской республики у нас два языка, Чувашский и русский. Поэтому если даже задать сейчас или задаться вопросом, где же она балансировка, да? Сколько русского должно быть, сколько Чувашского? Сколько русский резкий, сколько Чувашский? Можно без конца спорить. И с учетом того, что у нас по конституции два языка, плановом режиме мы проводим, создавали поэтому национальное радио, во всех местах работает и Чувашское, и русское радио, мы расширяем территорию охвата, понятно, национальное дивиденение у нас еще по охвату телезрителей не так, как бы нам хотелось, но будем дальше развиваться. Но в то же время, на сегодняшний день, проблему, допустим, общения на русском, на чувашском никаких нет. У нас два языка в конституции гласит. И насколько выпячивать в эфирах чувашский язык, и насколько ниже, это надо просто узнать, не столько у должностных лиц национального конгресса, а вообще у жителей. мы, допустим, на уровне правительства не можем ущемлять конституционные права, у нас нигде написано, когда, допустим, я назначаю своим указом, да, при назначении министра, у меня нет ограничений, когда человек не владеет чувашским языком, чтобы, как и работодатель, не назначал их на должность министра. То есть, это ущемление конституционных прав человека получается. А где вот грани, где острые углы, конечно, надо бы, может быть, их складывать, сглаживать, а для этого есть общественные организации, у нас есть общественная палата, мы будем выслушивать и с учетом того, что сейчас задали вот такой вопрос, конечно, будем кое-какие, может быть, решения, которые мы излагали как нормативно-бравые документы, корректировать. Потому что в сельской местности, когда мы бываем, там хотят услышать больше речей на чувашском языке. И те министры, которые владеют и русским, и чувашским языком, я сам прошу их, чтобы они, когда комментарии дают, давали и на чувашском, и на русском языке, и главы администрации, чтобы это чередовали. Это наша культура, это наша история, и мы не можем на сегодняшний день перегибать ситуацию. Ну, понятно, в городе больше русскоязычных, и тем самым, в принципе, есть тут вопросы, которые мы должны разрешать. Но я помню, вспоминая историю, хочу сказать, когда я был студентом, учился с чебоксарскими эрегитическими техниками, я стеснялся, или чуваши стеснялись, в общественном транспорте говорить на чувашском языке. Почему так было, я не знаю, это как раз 80-е годы. А сейчас практически, когда хотят люди говорить, они говорят на чувашском. Это тоже показатель такой ключевой, то есть за эти десятилетия мы не охудшили ситуацию, а улучшаем эту ситуацию, больше эфира, больше трансляции. И когда в зале есть, допустим, ну, или аудитория находится, допустим, русскоязычный человек, я сейчас спрашиваю, есть русскоязычный? Есть, значит, ну, тогда мы говорим на русском языке, чтобы время много не тратить. Сделали интернет на чувашском, то есть, и ряд других вещей. Конечно, еще недостаточно, надо будет дальше все это продолжать. Спасибо за вопрос. Корреспондент Итартас. Итартас, Валентина Иванова. Михаил Васильевич, вопрос будет по продовольственной программе. Вот на финише года федеральные СМИ очень активно поднимают вопрос о кризисе, вернее, так цитируют они, о мировом зерновом сговоре и о росте, резком росте спекулятивных цен на зерно. И в связи с этим, в частности, о подрыве кормовой базы отечественного животноводства и, в частности, птицеводства, что вот сейчас даже целые птицефабрики закрывают во многих и соседних регионах под нож кур, птицу пускают, людей сокращают. Так вот, вопрос, просьба, пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию. У нас же очень развито и птицеводство, и животноводство. Ситуацию в Чувашии как наша отрасль это противостоит кризису и как она будет благодаря чему держаться на плаву вот в зимнее время, весной, вплоть до нового урожая. Спасибо. Спасибо за вопрос, Валентин Андреев, что интересуетесь. На самом деле, и эта тема касается продовольственной безопасности, на сегодняшний день конечно риски есть, с учетом того, что в Российской Федерации три года подряд засуха, да, и цены на зерно, на зернофураж подорожали. Конечно, производителям зерна это выгодно продавать, мы не обеспечивали на все 100% объемы, баланса и расходов зернофуража, всегда закупали за пределами Чувашской республики и закупаем. И те птицевабрики, те животноводческие комплексы, которые закупили на сегодняшний день и во время уборочных работ и создали запасы соответствующие, конечно, они риски минимизировали. Сегодня по росту объема производства мяса, молока, птицеводческие продукции, если взять яиц, мясо птицы в динамике идем положительно. Конечно, есть птицевабрики, которые обеспечены до нового урожая, они риски минимизировали. Есть птицевабрики, которые работают с колесами. Конечно, со стороны государства мы выделяем льготные кредитные ресурсы и во время уборки выделяли с одной единственной целью, чтобы они создавали соответствующие запасы. Мы говорили, констатировали, доводили информацию, чтобы эти птицевабрики создавали во время уборочных работ запасы, ибо сегодня информационные технологии позволяют создать во время уборочных работ достаточно запасов для того, чтобы минимизировать как коммерческим организациям риски свои. Кто-то сделал, кто-то не сделал. Я сейчас фамилии не буду называть. Но в то же время на сегодняшний день по ценному фактору, если мы берем, понятно, Россия вступила в АТО, есть и имеются предпосылки завоза продукции из-за рубежа, но если возьмем птицеводство, они с начала национального проекта модернизацию провели. Сегодня технологический труд, даже высокотехнологичный труд, и тем самым производность труда высокая, хотя новые объекты на себестоимость продукции тоже накладывают. И для потребителей, если так взять, все ходим в торгующие организации, в принципе инфляция она есть, но стоимость продукции не так поднялась. И я могу сказать, по Чувашской Республике стоимость потребительских цен на продукты питания у нас почти самые низкие среди регионов Российской Федерации. Это то, что мы с вами отрабатывали, общественно-политическое давление оказывали, спекулянтов чуть-чуть почистили, это тоже дали свои плоды. И по этому году официальные данные у нас есть по итогам 9-10 месяцев, и по этому году мы на уровне Российской Федерации этот вот качественный показатель потребительской корзины сохранить и будем в числе лучших регионов Российской Федерации. А то, что на сегодняшний день цены на зерно подорожали, это мы предсказывали. И сегодня одна из птицевабрик, которая у нас обанкротилась, мы с федеральной собственности оформили в региональную собственность, и появляется новый инвестор, торги, аукционы, и на этом предприятии самой главной задачей была наладить производство. И по тем прогнозам, которые есть, по нашей оценке, производство там наладится, люди получат дополнительные рабочие места. А насколько хозяйств субъекты справились, не справились, правильно вы говорите, кто-то закрывается, кто-то открывается, ибо Россия вступила в Всемирной торговой организации, только высокотехнологичное производство, только высокопроизводительный труд может выдержать конкуренцию. Сначала реализация национального проекта у нас объекты животного появлялись, еще будут появляться, конечно, с одной стороны есть удовлетворение, с другой стороны нет удовлетворения, потому что некоторые наши сельхозяйственные организации не сориентировались правильно. Конечно, они будут разоряться и у нас в республике, и надо будет новые производства создавать, есть правильное такое принятое решение по развитию крестьянско-фермерского движения, есть соответствующие субсидии для них, и сегодня личное подсобное хозяйство преобразовывается в крестьянско-фермерское хозяйство, и они уже в других условиях начинают работать на высокотехнологичной технологии, производительным трудом и в конечном счете для работников увеличив заработные платы. И этому надо радоваться. Но еще раз я подчеркиваю, не все правильно сориентировались, хотя мы со своей стороны говорили. И, наверное, тоже сработали не так, как бы нам хотелось, ибо психология и менталитет сельхозтоваропроизводителя с одной стороны она нормальна, но с другой стороны для новых современных проектов мы сработали недостаточно. Ибо сейчас уже по производству свинина, дальше комментирую, хочу сказать, мы как в Российской Федерации, так и в Чувашской Республике не конкурентны с странами Евросоюза. Когда, допустим, Дания на одного жителя производит 3, а то и 4 туши свиней, а у нас намного показателей. Где конкурент? У них себестоимость свинины ниже, и эта свинина пойдет к нам. Она уже идет, по сути дела, и цена на нее съезжается. Поэтому, конечно, мы со своей стороны принимали решение и будем принимать, где-то минимизировать риски для сверхостоваропроизводителей, ибо здесь, как государство, как органы власти, мы не можем стоять, смотреть, что происходит. Мы обязаны информировать, предлагать технологии, что они должны делать, как предлагали, и потом они сами уже сориентируются и примут для себя соответствующее решение, как дальше развивать агробизнес. Спасибо. Газета Хрещен, ССИ. Татьяна Ильина. Вопрос о том же самом ВТО. Это, наверное, так и получается, как обычно для нас в России. Хотели как лучше, получилось как всегда. Потому что после 23 августа, после вступления России в ВТО, страшная интервенция той же самой свинины, я даже выписала какие-то цифры, с 15% до 0% была снижена пошлина на ввоз свинины, и ввоз вырос на 16%, молочные продукты на 23%, на 50% вырос импорт растительного масла. Как мы можем противостоять этому все-таки, и как помочь нашим собственным фермерам, которые, кстати, и задают эти вопросы нам всегда на встречах, когда мы приходим к ним на интервью. Спасибо. Спасибо за интересный вопрос. Спасибо за то, что вы отслеживаете ситуацию. Постараюсь ответить. Но, с одной стороны, Россия шла долго-долго, да, для того, чтобы вступить в ВТО. Этот факт произошел. Что мы должны делать? Конечно, сельхозтоваропроизводители возмущаются и правильно задают вопрос. Ибо от вступления в ВТО пострадают, это и ощущается, это и по факту, и по сути, прежде всего сельхозтоваропроизводители Российской Федерации. Об этом говорил открыто публично Владимир Владимирович Путин. Для минимизации всех этих рисков, вы знаете, государственная программа развития сельского хозяйства из федерального бюджета только на нужды АПК, предусмотрено более полтора триллионов рублей. Многое это мало, можно оценивать, по этому году там миллиарды рублей. Конечно, сельхозтоваропроизводители, которые построили с начала реализации национального проекта развития АПК, хорошие комплексы, конечно, они, оценивая ситуацию, делают для себя соответствующие выводы и принимают соответствующие решения. Но факт состоялся, я всегда говорил, еще раз повторюсь, бесполезно сейчас тратить время на обсуждение, почему Россия вступила. Мы говорим своим сельхозтоваропроизводителям и будем говорить, надо менять психологию, менталитет, высокопроизводительный труд только здесь может нас выручить в этой рыночной экономике. И исходя из этого, на сегодняшний день приняты соответствующие меры для минимизации. Минсельхоз Российской Федерации на сегодняшний день просчитывает не на те направления, которые в государственной программе развития сельского хозяйства было предусмотрено, они просчитывают и меняют сам подход государственной поддержки с федерального бюджета, скорее всего, пойдет на один гектар пассивных площадей. То есть равные условия ставят сельскохозтоваропроизводителей для минимизации всех этих рисков. И страны Евросоюза, вы знаете прекрасно, мы обсуждали эти темы, там тоже хитрые схемы заложены для сохранения производства херстянско-фермерскими хозяйствами, ибо тоже идет субсидирование на один гектар. Там есть страны, которые до 600 евро финансируют. Поэтому в Российской Федерации этот механизм тоже меняется, и мы своих сельскохозтоваропроизводителей тоже об этом информируем, чтобы правильная ориентация помогла им эффективно вести сельскохозпроизводство. Конечно, в убыток себя никто не может работать, поэтому они должны объединяться, мы говорим, объединить все усилия в такой агропромышленный кластер, чтобы не в одиночку бились и боролись на рынке объединенными общественными организациями, они могли бороться, защищая свои же интересы. Мы со стороны государства по всем направлениям государственной поддержки как финансируем, так и будем финансировать. Бюджет я внес, он уже принят практически, и все основные направления государственной поддержки на сегодняшний день известны сельскохозтоваропроизводителям. Как они сориентируются? Конечно, психология у каждого сельскохозтоваропроизводителя разная, хотя можно здесь много говорить об этом, но здесь мы, органы власти, не должны оставаться в стороне, должны помогать, прежде всего, в информационном доведении справедливой информации. Они, крестьяне мудрые, они сориентируются правильно. Психология меняется, есть объекты, есть проекты, есть высокопроизводный труд, где сегодня они в рыночных условиях конкурируют. по стоимости и по качеству своей продукции. И мы говорили, что Чувашская республика практически может производить экологически чистую продукцию, вот она как раз здесь поможет. Не вся продукция, завозимая из Евросоюза или других стран дальнего и староубежа, она качественная. Я бы не сказал, что она качественная. Поэтому здесь мы должны работать в информационном пространстве, должны менять психологию, значит, это самые покупатели и всех жителей, и здоровое питание должно быть представлено, для покупателя. И покупатель, он всегда сориентируется правильно и за свои финансовые средства купит ту продукцию, которая ему будет устраивать. Маленько с комментариями, но это очень такая актуальная тема, интересная тема. спасибо. Издательский дом Хайбар. Николай Коновалов, газета Хайбар. Михаил Ильич, в сетевых магазинах, таких как «Карусель», «Севен» и другие, очень мало местных продуктов. Как исправить ситуацию? И вообще, чего здесь больше крестьяне не умеют или сетевики не допускают, как я считаю? Спасибо за вопрос. Но это как раз касается того вопроса, о котором я говорил. Конечно, сегодня на потребительском рынке представлено, можно сказать, торгующих организаций, как федеральные, так и республиканские, городские, местные торгующие сети и предприниматели. Конечно, покупатель, имея свое право, ориентируется, куда идти и за что платить. Сегодня мы обговаривали со всеми федеральными сетевыми магазинами, чтобы там были уголки, уголки чувашской продукции. Своих республиканских сетевых магазинов где-то сделали, вы это видите, допустим, продукции чувашской республики, где-то не сделали. Сегодня, допустим, могу сказать, недавно мы общались с компанией «Метро», они готовы, сегодня там и картофель наш продается, еще кое-какая продукция, они готовы представить для чувашских сельхозтоваропроизводителей определенные площади для того, чтобы наша чувашская продукция продавалась. Понятно, у них жесткие требования, объемы, гарантии своевременной поставки. Вот здесь, конечно, пользуясь моментом, хочу сказать, наши сельхозтоваропроизводители не совсем психологически привыкли выдерживать эти жесткие условия, ибо там штрафы и санкции сразу выставляются за несовременную поставку продукции. По-другому получается как? Покупатель пришел, хочет купить продукцию, а в магазине метр не для этой продукции. Конечно, это репутация любого магазина, любой торговщик организации, они не могут потерять свой статус. И здесь, конечно, мы, как органы власти, должны срабатывать очень четко, и сами сельхозтоваропроизводители, через создаваемые общественные организации, которые будут лоббировать интересы наших сельхозтоваропроизводителей, конечно, должны создавать условия. Прежде всего, для кого? Для покупателя. Покупатель всегда прав, он пошел за свои деньги платить. И уголки магазинах есть, наши фирменные магазины, которые есть. Мы говорили, что будем открывать магазины органика, открыли некоторые точки Чебуксаров, но пока недостаточно, мы с городскими властями обсуждали. И поэтому здесь дополнительно надо будет отрабатывать эти вопросы, но и самое главное информировать наших покупателей. куда лучше ходить и что покупать за свои деньги. Конституционные права здесь мы не можем нарушать. Ответил до конца? Нет? Если не ответил, вы мне дайте уточняющий вопрос. Спасибо. Интернет-ресурс, мой город Чебоксары. Екатерина Никитина Здравствуйте, Михаил Васильевич. У меня такой вопрос. Создается впечатление, что у вас не совсем хорошо сложились отношения с нынешним министром сельского хозяйства России. Так ли это на самом деле, и если так, не отразится ли вот такое положение дел на положении наших аграриев? Спасибо. А можно уточняющий вопрос? А почему вы так считаете, что у нас не сложились отношения? Ну, хотя бы с недостатком финансирования целевых программ аграрных. С тем, что сначала обещались деньги, а потом их нет. Спасибо. На сегодняшний день все федеральные министерства, они работают в рамках правового поля, принимают нормативно-правовые документы правительства Российской Федерации, и все нормативно-правовые документы, они направлены на улучшение качества жизни, не на ухудшение. Я хочу это подчеркнуть. То, что по Министерства у нас полное понимание есть, соглашение мы в течение года несколько раз скорректировали, ибо поменялось правительство, ибо новые федеральные министры скорректировали. Если раньше мы там представляли, как раз это касается вопросов экономически значимых программ, да, я хочу уточнить вопрос ваш. При Елене Борисовне скрыльник решение было принято, выделение дополнительных средств по нашим экономически значимым программам, оно висело на официальном сайте, но новые руководцы министерства, придя в свои должности, скорректировали действующие нормативно-правые документы, но это их право. Но в конечном счете, наши сельхозтоваропроизводители, которые рассчитывали, что они получат с федерального бюджета дополнительные инвестиции, кроме хмеля, у нас не получилось, по остальным социально значимым программам мы не получаем. Но в то же время все средства, которые были предусмотрены в федеральном бюджете, для нашего региона в течение года кое-какие корректировки по статьям прошли, и мы нисколько меньше 2011 года, допустим, в этом году не получаем. На сегодняшний день отрабатываем соответственно по работе в 2013 году все заявки, все надлежащие документы мы представляем, и я бы не сказал, что по сравнению в динамике, по сравнению с другими регионами Чувашской республики меньше средств получили. Так что я здесь ответственно, убедительно хочу это подчеркнуть. Понятно, сплетни и слухи, они имеют право быть, но это тоже конституционное право каждого. Сельхозтоваропроизводители одним словом наши не ущемлены. Ни по каким статьям. Спасибо. Ты КТР качиваешь? Алена Алексеевич, ваш кинь подшелых телерадиокомпании. Михаил Васильевич. Юлышки, жилы, динчая, сывлосыхлавнее, модернизация лестки, лишь пе, челай, что заиркирне. Медицинные учреждения Зенея, Шенетне, и Заза Шенетне, в Зенея Киле, тогда, еще не ходят, зимбеки вишкерне. Чапанбеге, электронная майба, интернет-урла, тухтерзем, ботни, чернмабулать. Как будет решаться проблема кадрового голода в больницах и поликлиниках в Чувашии? Спасибо за вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... на самом деле вопрос был задан очень резонный по обеспечению специалистами в сфере здравоохранения то, что у нас модернизация здравоохранения идет, вы все знаете. На два года, который был рассчитан, мы получили, и она все в работе, 4,5 миллиарда рублей. Это огромные средства, федеральный бюджет, плюс софинансирование с республиканского бюджета, и районные больницы, офисы врача общей практики получили дополнительные стимулы модернизации здравоохранения. Это оборудование, это качество обслуживания, и ряд других вещей. Но дефицит кадровой в сфере здравоохранения имеется, на сегодня, можно сказать, более 17%, но в то же время заявленный проект президентом Российской Федерации, «Земский доктор», он эффективно сработал. Первоначально мы рассчитывали, что привлечем в сферу здравоохранения около 100 молодых специалистов. По факту, вот эта политика была провозглашена правильно, мы привлекли в этом году 131 молодой специалист, и в 2013 году по расчетам, по прогнозам, мы в сельской местности дефицит кадров полностью закроем. Дефицит остается в городских округах, ибо в городских округах уровень заработной платы средней по экономике выше, и тем самым мотивации еще недостаточно. Я понимаю городских врачей, городских докторов. Что мы должны сделать? Конечно, дополнительное решение в течение 2013 года наверное нам придется принять, ибо кадровый дефицит сегодня создает дополнительные очереди. То, что записывается через электронную регистратуру на месяц, понятно, вопросы есть по отдельным больницам. Я бы не сказал, что в среднем по республике, если хочешь попасть на прием к врачу, месяц надо ждать. Я возьму сейчас этот вопрос на заметку. Мы перепроверим, перепроверим не только по документам, как мы с вами практиковали, вместе с вами выйдем в больницу без предупреждения и посмотрим, какая там реальная картина. Не по докладам должностных лиц, а в реальности, значит. Превратимся тоже в пациентов, да, каждый должностное лицо, каждый чиновник имеет как пациент летит. Мы проверим, вместе с вами оценим ситуацию. И тем самым я хочу сказать, что сказать, модернизация здравоохранения позволила нам намного улучшить в лучшую сторону для наших пациентов, чтобы условия для них были созданы. Это и новые оборудования мы получили. 4,5 миллиарда это солидная сумма для нашей республики. Конечно, сейчас итоги будут подводиться. Мы входим в число лучших регионов по модернизации здравоохранения. И тем самым у нас полное основание есть еще просить, представлять свои предложения для того, чтобы по тем учреждениям здравоохранения, где мы не смогли в финансовом отношении помочь и сделать другой облик, да, в лучшую сторону для пациента, для самих работников, конечно, обязаны сделать. Другой вариант практически действия. Спасибо. Интернационное агентство Интерфакс. Марина Мулина. В связи с последними событиями, с перекрытием дороги верующими, протестующими против принятия закона о введении универсальной электронной карты, у меня вопрос, можно ли было сделать так, чтобы вот этих народных волнений не было. Спасибо за вопрос. Марина Николаевна, правильный вопрос задает, но в то же время я хочу сказать и довести до вас официальную информацию. Когда мы встречались с нашим битрополитом Барнавой, практически он никаких указаний, никаких согласительных процедур с нашей чувашской епархией не было. То есть верующие, имея свое право, они пошли по этому пути, в итоге, конечно, перегородили, создали определенные проблемы. У нас сегодня законодательная база работает, она направлена правовом государстве, если проводить какие-то акции, там перекрытие дороги, все должно быть на законных основаниях. Сегодня, конечно, там разбираются правоохранительные органы, какие-то санкции, наверное, будут предъявлены к должностным лицам, но я со своей стороны сказал, что нельзя перегибать здесь. Гражданин Советский, Чуваши. Александр Белов. Александр Белов. Михаил Васильевич, Вы сегодня несколько раз упомянули послание президента России, ну и дали понять, что всем нам в той или иной мире придется ориентироваться на этот документ в своей работе. Между тем, вот в начале этого года все наше любимое чиновничество активно обсуждало семь статей Владимира Путина предвыборных, проходило множество крупных столов, и все клялись и божились, что они теперь будут руководствоваться этими статьями, и благополучно о них очень быстро забыли после выборов. И кажется ли вам, что аналогичная судьба ждет и нынешнее послание президента России, если более, так сказать, обширно сформулирует вопрос, не слишком ли инновационен наш аппарат управленческих органах власти, и даже смелые, так сказать, революционные высказывания руководителя, им кажутся еще радикальными, и они предпочитают отместить так отстроиться. Спасибо. Спасибо за такой интересный вопрос, Александр Борисович. Но на сегодня, в принципе, все мы разные, по-разному ставим вопросы и по-разному оцениваем ситуацию. По официальным данным статистики 9 месяцев, да и по году, у нас практически взять все указы президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, они в работе. Возьмем здравоохранение, возьмем образование, возьмем культуру, возьмем, значит, физическую культуру и спорт. И мы на уровне республики в соответствии с его указами и его программным документом, который он, как кандидат президента Российской Федерации говорил, дополнительные решения на уровне республики принимали. И сегодня качество жизни, она улучшается у наших жителей Чувашской республики. С одной стороны, можно этому радоваться, но с другой стороны, конечно, недостаточно все мы работаем, поэтому в этом направлении тоже будем двигаться. И тем самым, насколько там внутри органов власти отрабатывают должностные лица и насколько эффективны их труд, конечно, мы подключаем и общественные организации для соответствующей оценки. Вы знаете, что я специально создавал и пошел на такой ответственный шаг, создавал общественную палату. Потом сейчас у нас два института появились по правам человека, по правам ребенка. и ряд других принятых решений. Насколько они эффективны, конечно, вы как раз, Александр Борисович, с представителями средств массовой информации оцениваете и даете нам сигналы. На сигналы всегда мы реагируем и будем реагировать. В любом случае мы можем ошибки допускать в принятии как политических решений, так и при принятии решений, которые принимаются в виде нормативного правового документа. Его указы были направлены и предусмотрены как в середнесрочной перспективе, так и в долгосрочной перспективе. Вчера вы слышали его послание, все знаете. Он сказал, что провинницу нужно еще дополнительные меры принять для улучшения качества жизни россиян, ибо его указы, если взять и свести и подвести черту, направлены на улучшение качества жизни россиян. Все остальное это как бы ежедневная такая же частная работа, где мы должны отрабатывать. Нужны какие-то дополнительные решения принимать, давайте свои предложения, мы всегда готовы их оценивать. Год завершаем достойно, ресурсы есть. Вчера я как раз обговаривал заодно, которые были на послании федеральные министры, что есть, у нас есть результаты, и эти результаты позволяют достойно войти в 2013 год, и мы по тем вопросам, которые федеральный центр не будет решать, мы будем на уровне республики принимать дополнительные решения для улучшения качества жизни. Это основной показатель. Все остальное, это как бы ежедневная такая рутинная работа в органах власти, в органах власти и вы в своей работе достойно работаете, поэтому сообща, давая друг другу сигналы, мы будем так же двигаться и в Новом году в правильном направлении. Если на что-то не ответил, можете к сами были задачи. Олег Прокупьев, Михаил Васильевич, в Башкирии в следующем году на постановке нового спектакля планируется выделить 100 миллионов рублей. В нашей республике вообще возможно увеличить сумму грантов, предоставляемые театром, и вообще как собирается республика поддержать национальные профессиональные театры. Помнится Ваша встреча в марте месяца перед Международным Днем Театров. Тогда говорилось о закупке новых автобусов. Спасибо. Спасибо, что задаете такой вопрос. На самом деле кое-какую работу мы сделали, но понятно, она недостаточна, да, и возникает резонный вопрос. Я попытаюсь коротко ответить. На сегодняшний день в принципе решение принято на уровне Российской Федерации, что организационный комитет, приуроченный к нашим юбилейным датам, возглавляет министр культуры Российской Федерации. В связи с этим у нас было два объекта. Это по реконструкции театра опыта, балета, по реконструкции нашей филармонии. Там солидные средства, и я практически уверен и могу сказать, с учетом того, что он уже возглавляет оргкомитет, будет с федерального бюджета облик создания. А по остальным решениям, которые были приняты в пользу наших творческих людей, это гранты, суммы-то небольшие, но вы по факту видите, появились новые постановки. Они вовлеклись, зажглись наши творческие люди, что достойно представляя себя, достойно участвовая на конкурсе, выигрывают эти гранты, средства-то небольшие, и наша задача, она была и остается оказывать содействие творческим людям, создавая соответствующие условия для работы, но и соответственно, чтобы настроение у них поднималось, мы работникам культуры в течение года увеличили заработную плату и будем увеличивать. И по грантовой поддержке, то, что мы эффективно срабатывали, я на той позиции, чтобы вот эти гранты и по количеству, и по качеству, имеется в виду, от стоимосного выражения увеличивать, ибо это дает хорошие стимулы и эффективные. Деньги не просто так выбрасываются на ветер, они дают соответствующий эффект. Постановки, которые были в регионах, показали, я вчера как раз с коллегами общался, они выражают слова благодарности. То, что мы сотрудничаем сейчас с регионами, ездят и по горизонтали, и по вертикали, когда мы даем соответствующие водные, это надо продолжать. Это наша сила. Национальное телевидение. Татьяна Молокова, Национальное телевидение. Михаил Васильевич, в администрации главы республики есть своя страничка в Твиттере. И хотелось бы услышать, есть ли обратная связь, и с какими вопросами чаще всего обращаются пользователи интернета. Спасибо. Спасибо, что вы отслеживаете, Татьяна Гириловна. На самом деле у нас была там другая ситуация, мы поменяли, открыли, ибо задачи стоят для того, чтобы общаться. Но здесь, конечно, по-разному пишут. Иной раз читаешь, улыбаешься, иной раз читаешь озабоченно и чувствуешь, насколько жители республики интересуются вопросами обеспечения всех тех жизневаженных вопросов, и где должностные лица решают, и не разрешают, конечно, вопросы. Но и появляются там статьи такие интересные, значит, одна из девушек написала, что нравится ей моя улыбка, значит, тогда настроение поднимается, это здорово, значит. А так, конечно, хочется высказать слава всем тем, кто участвует, мой пресс-секретарь постоянно докладывает, конечно, все те переписки туда невозможно выкладывать, ибо это носит такой единоличный характер, или вопрос связан каким-то, так скажем, нехорошими или там криминалитетом. Конечно, для этого есть правоохранительные органы, мы не выставляем туда, и поэтому здесь определенная чистка производится, ибо если все выставлять, у людей общественное мнение может создаваться. Поэтому здесь на самом деле мы работаем, я бы сказал, первые шаги сделаны, дальше будем продолжать эту работу, для того, чтобы информировать и через этот канал наше население, жителей Чувашской республики. Ответил, нет? Если не ответил, дайте уточняющий вопрос. Российское информационное агентство новости. Далее Васильево, корреспондент РИА Новости. Михаил Васильевич, мне будет вопрос, связанный с предстоящей поставкой автомобилей Volkswagen Faiton стоимостью более 8 миллионов рублей для нужд администрации главы Чуваши, заявка на которую размещена на портале госзакупок. Поступили ли уже первые предложения на участие в тендере на поставку автомобилей для администрации главы Чуваши, ну или могла администрация главы Чуваши обойтись без поставки вот таких дорогих автомобилей. Спасибо, Наталья Алексеевна. Я хочу включить вопрос. Вы ведете речь об одной машине или о скольких машинах? Нет, я веду речь о двух автомобилях Volkswagen Faiton, общая стоимость которых 8 миллионов 300 тысяч рублей. Вы считаете дорого? Ну, мне бы хотелось в том числе ваше мнение услышать, но по различным оценкам, скажем, как ряда блогеров, так и самих, скажем, жеволистов, которые широко обсуждали эту заявку на портале госзакупок, ну, можно сказать, что достаточно дорого, потому что есть аналоги также автомобилем. Аналоги какие? Может, вы приведете пример? если вы задаете вопрос, я прошу ответить, задаю уточняющий вопрос, имею же на это право. Ну, мне бы хотелось услышать ваш ответ, могла ли администрация главы ЧОЖ обойтись без поставки именно вот таких вот автомобилей, ну, и поступили предложения, как вообще реализовать этот вопрос? Хорошо, спасибо за вопрос. На сегодня можно обсуждать это без конца, этот вопрос. все это делается, во-первых, публично и прозрачно, никаких секретов нет. Среди могу сказать, с учетом того, что парк машин старее, есть, допустим, требования соответствующие по обеспечению безопасности первых лиц и когда к нам приезжают гости. Вот могу сказать, когда высокие гости приезжают, по линии безопасности, служба безопасности ставит соответствующие условия, какими машинами мы должны их обеспечить. для встречи, для сопровождения, когда по рабочему плану все это предусмотрено. На сегодняшний день тот Мерседес, который я катаюсь, значит, в служебных селях, он по стоимости стоит более чем 7 миллионов рублей. Мы же на этот шаг не пошли, это во-первых. Мы решили классом купить меньше, вот сумму назвали, купили вместо одного Мерседеса две служебные автомобили. У представителей государственного совета одна машина предусмотрена и для главы Чувашской республики. Поэтому эти машины на сегодняшний день, как бы сказать, они будут приобретаться, и с учетом всего этого, до этого я могу сказать, вот премьер-министр ездит у нас на машине, которую мы арендовали у коммерческих организаций и ряд других вопросов. Есть машины, которые старые. Мы сейчас на сегодня к сведению могу сказать, проводим оптимизацию вообще автопарка, соблюдая вопросы безопасности членов правительства и тех гостей, которые приезжают. Мы купили микроавтобус, тут секретов никаких нет, но с одной стороны да, можно возмущаться, почему дорогие такие автомашины и так далее, но с другой стороны мы в течение года даже получили вознаграждение, я могу сказать, почти 150 миллионов рублей, мы за эффективные работы получили со федерального бюджета, который могли вообще не получить, понимаете, и поэтому сегодня моя позиция такая обеспечить безопасность всех членов правительства и всех гостей, которые приезжают. Понятно, можно по-разному обсуждать здесь, правильно мы делаем, неправильно мы делаем, если мы наняты на службу безопасность как в государственных случаях, таким министрам должно обеспечиваться, для этого они должны снаедиться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А тот автопар, который мы имеем, машины 7, 8, даже 10-летней давности, я уже давал соответствующее поручение, мы потом проинформируем, их мы будем передавать через аукционы, это первое направление, и будем передавать второе направление государствам, нашим учреждениям, организациям, пока они еще нормально ездят, и этот вопрос тоже разрешим, и проинформируем нашу общественную. Спасибо. Газица Я прошу меня простить, но если министров нужно призывать, увязывать свои решения с нуждами жителей республики, то здесь что-то не то. Надо либо избавляться от этих министров, либо, значит, привлекать к уголовной ответственности, если в таких решениях есть какая-то корость. Вопрос заключается в следующем. Услышали члены правительства ваш призыв, или придется в отношении некоторых принимать какие-то кардинальные шаги? Спасибо. Спасибо за вопрос, Александр Иванович. Здесь речь шла о том, чтобы принимая любые нормативно-правовые документы, я говорил, вы это слышали, еще раз подчеркну, чтобы от реализации нормативно-правового документа человек ощутил эффективность принятого нормативно-правового документа. Я и в прежнем правительстве был, знаю, принимались такие красивые документы, но они реальную реализацию для улучшения качества жизни сами люди не ощутили. Речь идет о бетах. Поэтому все мы разные, по-разному оцениваем, и министры, есть разные, да, кто эффективно работает, кто чуть-чуть дает сбои, но это рабочие наши процессы. Поэтому говоря об этом, я хочу сказать, правительство эффективно работает, есть оценка федерального центра, и отдельные должностные лица, когда не справляются, мы привлекаем к ответственности, как привлекали, так и будем привлекать. Насколько высказывание, которое мы сейчас сказали, оно к месту или не к месту, конечно, оценивать вам самим, значит, и говоря о итогах 2019 года, я могу ответственно сказать, что правительство Чувашской Республики справилось своими поставленными задачами. Все обещания, которые ему давали, мы их выполняем, где-то какие-то сбои, когда происходят, это только по отдельным моментам, по отдельным случаям. Газета закона коррупции. Ишутов Константин, газета закона коррупции. Очередной вопрос по сельскому хозяйству, близкой вам теме, по сельхозтоваропроизводителям. На какой стадии сегодня находится расследование дела о мошенничестве на сельскохозяйственном рынке по улице Николаева в городе Чебоксары, и почему Чувашская Республика в лице Министерства имущества и земельных отношений, а это один из основных акционеров с контрольным пакетом акций, добровольно согласилась на собрание акционеров уменьшение своей доли в уставном капитале в денежном выражении в четыре раза. Спасибо за вопрос. Ну, вы помните, да, послание, если мне память не изменяет, в 2010 году в сельхозяйственном рынке я говорил, да, соответственно, после этого движение пошло, были возбуждены уголовные дела, тоже вы знаете, судебные решения тоже имеются, и наша задача была с процедуры конкурсного производства, реанимируя эти все процессы и процессуальные действия, чтобы завершить строительство этого сельхозяйственного рынка, потому что оно у нас предусмотрено было в наших государственных программах. Доля республики в уставном капитале, если взять процент, насколько мне память не изменяет, там одна треть была, ну вот, ближе к одна треть, она осталась новым акционерным обществом, открытым акционерным обществом. Может быть, сумма изменилась в целом, но процент сохранился, вот это самый ключевой показатель. И мы будем соответственно своими акциями, правильно вы здесь называете, что полномочный орган у нас является Министерство имущественных отношений. Насколько вы знаете, рынок, он действовал как оптовый рынок, купля-бродаж и хозяйственные продукции велась, на сегодняшний день рынок строится, и инвестор, главный инвестор достроит, и будут созданы соответствующие условия для продавцов и покупателей, о чем мы говорим. И горожане получат соответствующее благо, и, соответственно, продавцы, как сельхозяйственные продукции, так и продавцы, другая продукция получат. Самое главное, нам надо завершить весь процесс, который мы хотели еще в прошлые годы, и мы завершим это. инвестор там достойный, у кого контрольный пакет акций, и у меня никаких сомнений нет, что мы не ведем этот объект к эксплуатации. Спасибо. Израильский дом Хабар. Николай Ганвалов, Педуниверситет и Сельхозакадемия признаны неэффективными в связи с этим. Какое будущее ожидает наши чувашские возы, и заодно можно ли прокомментировать смену руководства Сельхозакадемии? Тут оптимизация учебных заведений, она проводится, вы знаете, принятые решения правительством Российской Федерации, мы у себя обсуждаем, понятно, они, те учебные учреждения, о которых вы сейчас сказали, они ведения федеральных структур, но мы здесь за процессами не наблюдаем, мы на сегодняшний день практически, когда нужно вмешиваться, вмешиваем, вмешиваемся, когда результативно, когда нерезультативно, но наше дело просто на самой теке эти вопросы не пускать. Поэтому мы обсуждали, я сам лично проводил совещание, по критериям Министерства образования Российской Федерации на сегодняшний день определенная оптимизация она будет проходить, это однозначно, в свое время президент Российской Федерации в своем послании это озвучил, нужно ли нам иметь в Российской Федерации сколько, столько, высших учебных заведений. Наша задача сегодня развивать и укреплять среднее профессиональное образование. Мода любой ценой высшее образование она проходит и вы все знаете, специалисты инораз средней квалификации лучше даже кватируются. Но последнее, то что вы сейчас просили после хозяйственной академии, но это прерогатива Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, вопрос освобождения и назначения со мной лично не согласован. Право это Министер сельского хозяйства в России, поэтому тот ректор, который освобожден, он проработал совсем немного, он проходил все процедуры избрания по тем нормативным правовым документам, которые по регламенту были предписаны. Но это право Министра сельского хозяйства принимать такое решение, поэтому мои комментарии здесь излишни. Спасибо. Национальный радио чушь. Олег Прокопьев, Михаил Васильевич, позвольте о своей больной теме. В последнее время ощущается проблема нехватки кадров телерадио-журналистики, именно хотелось бы коснуться кадры, национальные кадры, вот это не только телерадио-журналистики остро ощущается, но и газетчики ощущают, театры ощущают, и культурные учреждения культуры. необходимые кадры, которые разбираются в литературе, в поэзии чувашской, в истории чувашин и так далее, в искусстве, конечно. Вот вы как смотрите на концепцию, устраив ли та концепция, которая сегодня выложена на сайте Министерства образования, которая касается развития национального лицея, и кто или что должен, станет кузницей этих национальных кадров. Спасибо за вопрос, Сергей Иванович. Как вы считаете, можно уточнить те процессы, которые проходят на сегодня и которые будут происходить? Вы, насколько я понял, неудовлетворены? С одной стороны, я удовлетворен, с другой стороны, поднимаются и другие вопросы. Тем больше удовлетворен человек, тем больше вопросов возникает. Лучше будем двигаться перед. Конечно. Спасибо за вопрос. Но на сегодняшний день, конечно, вопрос в каждой отрасли имеется, вы сами прекрасно знаете, не буду сейчас таких больших комментариев давать. То, что вопрос сегодня есть, вроде бы выпускников достаточно, да, есть факультеты соответствующие, готовят, кто на самом деле душой болеет, он по изогнанной специальности работает. Тот, который на легком мысли поступил, на платной основе родители оплатили, конечно, они не оценивают так, как оценивает тот человек, который там не чуть ли за свои средства обучается, да, работают выходные, не урочные дни, не за счет средств родителей. Поэтому здесь у каждого у нас разные мнения, наверное, на этот счет, но то, что мы с руководителями учебных учреждений обсуждаем, конечно, дополнительную мотивацию, дополнительную мотивацию, наверное, надо делать. Для того, чтобы выпускники работали по специальности, тем более, когда квалифицированные кадры, чтобы мы их не теряли. Это вот такой важный, ключевой показатель. Но, с другой стороны, в обществе есть разные мнения и разные слухи, да, вчера тоже Владимир Владимирович Путин сказал, вы это слышали, не буду повторять. Конечно, сейчас, в соответствии с этим посланием, мы еще раз будем оценивать нашу ситуацию с журналистским сообществом, вас тоже мы привлечем, поэтому попрошу, Владимир Владимирович, те дельные предложения, которые будут, по корректировке наших принятых решений и по дополнительным мерам стимулирования, давайте, я готов рассмотреть, обсудить вместе с вами. Выслушивая все дельные предложения и даже не дельные, пускай будут, пускай даже популические, да, но они, если цельные, имеют рациональное зерно, конечно, мы должны взять это в работу. не подсекать. Спасибо. Газеца, искачу вашу. Михаил Васильевич, вот разделение власти в униципалитетах, когда фактически появились два мэра, они далеко не всегда оправданы, порой ничего, кроме грызни, это не приносит. Не кажется ли вам, что пора вернуться прямым выбором глав администрации городов и районов, и второй момент, уж позвольте наступить снова на любимую мозоль, поскольку вы сами только что подтвердили, что существует определенное непонимание с Министерством сельского хозяйства, если представить себе ипотетическую ситуацию, что глава, чьи ваших, министр сельского хозяйства России в результате катаклизма попали на необитаемый остров, вы вместе какую-то хижину будете строить для себя или по отдельности? По отдельности, конечно, тем, что у нас есть. Спасибо за вопрос, Александр Борисович. Первый вопрос. Сегодня тот вопрос, который вы сейчас задали, он обсуждается. Вчера, допустим, президент Российской Федерации, вы уже слушали, еще раз просто напомню, обозначил, принципиально согласен по мажоритарной системе формирования Государственной Думы Российской Федерации. Поэтому здесь законодательная база меняется, потому что меняется жизнь, совершенствуется все это дело. И по столичным городам какое решение примется, но вроде бы у нас таких спорных вопросов не возникает, потому что они разрешаются в какой-то степени, да, может быть, кабинетах, но нет таких больших тренеров. Мы, когда касается, допустим, законодательской работы, приглашаем на совещание главу города Чебоксары Леонид Ильича, когда касается исполнительно-распределительных функций, да, то приглашаем Алексея Ильича Ларукова. Понятно, идеальных вариантов нет. То, что вы говорите, на самом деле проводить всенародные выборы, как раньше был, да, мер один, он за все отвечает. Наверное, здесь есть рациональное зерно. есть рациональное зерно. Ибо городские округа, есть городские округа, и удовлетворенность, и неудовлетворенность, и возмущение горожан намного выше, чем сельские местности. Поэтому, мы давайте вместе с вами все это будем оценивать. Законодательная база, она совершенствуется, и, скорее всего, какие-то решения будут приняты на федеральном уровне. Потому что эти полномочия касаются федерального центра. Есть наши депутаты Государственного Дома, Михаил Ильич, мы можем давайте такую дискуссию провести на эту тему. То, как считаем, выработать свои мнения, а когда есть предложение, через депутатов Государственного Дома Российской Федерации мы можем представить свои сформулированные содержательные предложения. Это тоже нормально. По части, насколько мы с федеральным министром сельского хозяйства понимаем или не понимаем, у нас полное понимание есть, споры по отдельным вопросам они остаются, они всегда были. Допустим, у меня свое мнение, у федерального министра сельского хозяйства Николая Васильевича Федерального свое мнение. Мы в команде работали, мы понимаем друг друга, когда касается разных отдельных вопросов. Но есть отдельные вопросы, допустим, где мы спорим и к согласию не можем прийти в данном случае. Поэтому мы все разные с вами тоже. Сейчас, если спросить, у каждого будет свое мнение. большинство это может выработаться, но отдельные личности даже с журналистского сообщества при своих мнениях они останутся. Поэтому идеального варианта здесь нет. Наша задача улучшать качество жизни сельского сельского производителя. Сельского жителя. Это самая главная задача обеспечивая нашу продовольственную безопасность. У Федерального министерства свои полномочия, у нас свои полномочия. Про хижину страшно на необитаемом острове. Хижина? Имеете ввиду? На необитаемом острове, если вдруг упадет. У него свои полномочия, у нас свои полномочия. А то, что федеральные нормативно-правовые документы они приняты, в данном случае наша республика аграрная, мы по тем принятым документам, государственным программам двигаемся в одно направление. Отдельные вопросы по отдельным функционалу конечно не возникают. И мы будем спорить. Спорь рождается истина. Способом не имея построить две хижины. Друг другу будут помогать. Сначала одну построить сельскому хозяйству они есть. Понятно, если бы делали по-другому, у нас бы показатели были другие. Федеральные средства выделяются. Федеральный министерство сельского хозяйства все свои обязательства выполняют. Было бы по-другому, мы бы ущемили наших сельхозтоваров производителей. Мы сельхозтовары не ущемляем. Все направления государственной программы эффективно работают. Но наши крестьяне трудолюбивые и они выполняют по функционалу свои обязательства. Самое главное обеспечивают продовольственную безопасность. Все остальные это отдельные моменты, отдельные споры. Они были и будут. национальные телевидения Чуваши. Национальное телевидение Чуваши. Надежда Яковлева. Национальное телерадио компания Чуваши стала учредителем еще одного средства массовой информации Таванрадио. Радио будет вещать в городах Чебоксара и Новочебоксарск. Михаил Васильевич, вы как будущий радиослушатель, какие можете дать нам предложения и каким вы видите новое радио? Спасибо за вопрос. Самое главное информация, которую она подается общественности должна быть актуальной, оперативной. Не через 3 дня, не через 5 дней. Все хотят услышать сейчас, как работает Федеральная информационная агенция, как в целом работает журналистское сообщество Чувашской республики. Мы всегда сотрудничали, и спору они всегда были и будут. Но я думаю, больше мы должны освещать простых людей на простых примерах, которые на самом деле, в целом, если взять, делают достойные свои дела. Стабильность в общесвии есть, это уже очень большой плюс. Вера в завтрашний день и уверенность в завтрашнем дня у жителей Чувашской республики есть, это тоже очень здорово. Я сам, допустим, когда выезжаю в сельское место, где уже канал ловят, я водителю всегда говорю, там, не какие-то каналы, мы переключили на канал, Чувашское радио. Это здорово. Мы сейчас еще конкурсы выиграли, поэтому надо расширять и больше слушателей и телезрителей было, это наша совместная с вами задача, и мы в бюджете средства предусматривали и будем предусматривать. По крайней мере, справедливая информация должна быть доступна для жителей Чувашской республики. Есть информация, с другой стороны, искаженная, отдельными, значит, лицами, отдельными должностными лицами, и иной раз, когда искаженной информации больше подается, просто жители Чувашской республики не сориентируются, а где правда, а где ложь. Мы, используя все информационные каналы, используя вашу эффективную работу, освещая, должны больше давать справедливой информации для того, чтобы жители правильно ориентировались. А то иной раз, как в политической предвыборной борьбе такая суета начинается, и люди не могут разобраться, а где правда, где ложь, мы все же избиратели знаем. Поэтому, с этой точки зрения, мы проводили эффективную с вами работу, и я уверен даже абсолютно в том, что мы дальше также эффективно будем работать. Где правда, где ложь, читатель или телезритель будет, или радиослушатель, радиослушатель, оценивая эту информацию, оценит сам для себя, и каждая семья правит, чьё это оценивает. Люди умные, умеют разбираться. Спасибо. Российская газета, Александр Кузин. Михаил Васильевич, только вчера общался с Николаем Николаевым, руководителем Федерального центра травматологии, в том числе коснулись вопроса его общественной деятельности, в частности, руководства общественной приёмной Дмитрия Анатольевича Медведева. Вы тоже находите время принимать, вести приём в общественной приёмной Владимира Путина. Как вам кажется, социальная роль вот этих приёмных в нашей республике достаточно ли велика, и как вы отслеживаете, скажем так, принятые на этих встречах решения, можете ли привести какие-то примеры, ну, реально совершённых, скажем так, доведённых до конца дела этого года? Спасибо. Спасибо за вопрос, Александр. На самом деле, спасибо за то, что всё отслеживаете. Эффективная работа приёмных, она ощущается. То есть, я, когда бываю на приёме, министр, когда бывает на приёме, на самом деле, приходят люди, да, когда они обращались в органы власти и получали только, прошу прощения, отписки. Есть люди, которые хотят решить, но это практически невозможно решить. Но когда они получают достоверный такой, открытый ответ, они выражают слова благодарности. Они говорят, что больше тратить не будем, потому что этот вопрос неразрешимый вообще со стороны органов власти. Исходя из этого, то, что постоянно освещается, кто принимает, и все вопросы, которые задаются нашими посетителями этих приёмных, они в постоянном контроле администрации президента Российской Федерации, лидеры партии Единая Россия, и представители правительства Российской Федерации, Дмитрия Анатольевича Медведева. Все те вопросы, которые поднимали передо мной, могу сказать, они на 75% мы разрешили. Вот последний вопрос, который поднимался по строительству бань, это в новом микрорайоне, где находится наш федеральный травматологический центр травматологический центр, на сегодняшний день, вопрос контроля мы с ней сняли, там практически изучаются правоустанавливающие документы, не просто земельно-катастрофные планы, сколько, куда, чего и как, ну и там влезли практически в лесные угодья, не можем до конца разобраться, это на самом деле лесоперев категория, имели ли право органы местного самоуправления предоставить правоустанавливающие документы, или не имели право. Но когда досконально все разберемся, окончательные выводы будут у наших ответственных должностных лиц, мы проинформируем через средства массовой информации нашу общественность. Пожалуйста. Секундочку, раз, подождите. Канарская студия телевидения Олеся Григорьева. Ну на наш вопрос вы, в принципе, частично ответили, конечно. В свете последних событий в городе Канаши, мы все об этом знаем, будет ли все-таки продолжена программа и войдет ли Канаша в программу «Моногород» и развитие получим ли мы. Вот. И каких-то препятствий нет ли? Спасибо за вопрос. А вы сами как считаете? Какие препятствия могут быть? Ну, в принципе, препятствия, я думаю, что из-за того, что какие-то там не должно быть. Мы так думаем. Мы очень надеемся на то, что все-таки развитие город Канаш получит. Пятствия от чего могут быть? Ну, по поводу руководствия, руководствия, я имею в виду, да. Спасибо, значит, за такой честный ответ. Просто я задал уточняющий вопрос. На самом деле, город Канаш, как «Моногород» сегодня, я уверен, в этом правительственную комиссию пройдет. Остались там, ну, последние отрезки до того, как мы дойдем до финиша. А то, что там глава администрации на сегодняшний день привлекается, значит, ну, проходят процессуальные разные действия, да, со стороны правоохранительного хорошее. Это абсолютно нормально, мы живем в гражданском обществе. То, что на сегодняшний день принято решение и глава города Канаш, он как избранное должностное лицо на сегодняшний день подписал сити-менеджером, так скажем, да, очень быстро все эти вопросы разрешили, они консультировались, администрация и главы оказало содействие по нормотворческой работе, и на самом деле вакуума власти там никакого нет. Или вы ощущаете? Нет. Спасибо. А то, что на сегодняшний день мы говорили, констатировали с учетом закрытия агрегатный, да, он у нас называется? ГАЗ. А? Автоагрегатный, автоагрегатный завод. И почти одна тысяча людей высвобождается, и они могут оказаться на улице, когда мы защищали, значит, мне говорят, а у вас-то безработица низкая. Я говорю, вот эти люди высвобождаются, безработица взлетает почти 2-3 раза. На самом деле, понимание правительства Российской Федерации мы нашли, Игорь Иванович как раз представили комиссии, до конца мы примем решение и соответствующие дополнительные материальные средства, как на Учебахсарск, как город Алаты у нас получил, город Канаш получил. Самая главная, ключевая задача наша чисто в психологическом плане правильно разъяснить, чтобы люди меньше возмущались. Кого надо переобучить, мы переобучим, для этого средства мы заложим. Дополнительные даже, когда потребуется, заложим. Самое главное, вот вы тоже со своей стороны правильную идеологическую такую, как журналист должны проводить, чтобы минимизируя вот эти риски, которые могут возникнуть, мы вышли достойно. дополнительные рабочие места создаются, там же и по переработке пищевой перерабатывающей продукции сегодня завод строится, ряд других там моментов. Но, конечно, кто не может уже переквалифицироваться, кто в возрасте, психологически не готов, мы со стороны бюджета выплатим по закону те субсидии, те социальные выплаты, кто будет высвобождаться или сокращаться. Это тоже абсолютно нормальные процессы. Тем более это центр нашей республики и город Канаш развивается и мы хотим, чтобы город Канаш на уровне правительства Чувашской республики дальше развивался, менял свой облик в лучшую сторону для того, чтобы настроение гаража города Канаша поднималось и укреплялось. И самое главное, улучшалось, чтобы демографическая ситуация. Тогда, коллеги, с вашего позволения последний вопрос национальное телевидение. Михаил Васильевич, заканчивается 2012 год. Вот скажите, пожалуйста, что, о чем вы жалеете, что не успело, не удалось вам сделать в 2012, что вы хотите сделать, перенести на 2013 год? И в связи с этим еще такой вопрос, есть ли у вас какие-то семейные новогодние традиции? Спасибо. Итоги есть, цифры есть, не буду на них и останавливаться. В целом, если взять декущий год, 2012, мы с вами завершаем достойно. Я хочу поблагодарить журналистские сообщества, потому что вы в течение года проводили правильную пропагандистскую работу, освещали в своих сюжетах и доводили до жителей Чувашской республики больше правды. Неправда тоже имеет место быть, но это меньше. И стабильность в обществе она была, она сохраняется, мы будем его укреплять. По завершению мы подведем итоги и достойно вступаем в 2013 год. Могу сказать, вот вчера я пообщался с федеральными министрами, которые на послание пришли и с министром финансов, и министром транспорта, и вице-премьером, руководителем правительства Владислав Юрьевичем Турковым, есть возможность и Виталию Ледничим, Мутко, соответственно, на самом деле нашу работу оценивать неплохо, я так скажу, значит, не по цифрам, а так в целом. И с этой точки зрения, завершая вот этот достойный год, я бы просил освещать объективную картину. Да, вопросы есть, вопросы были, они и были. Для этого мы должны остановиться, для этого вы профессиональные журналисты, которые умеете освещать и правильно доводить эту информацию. А то, что на сегодняшний день год завершаем, не скупаем, 2013 год, понятно, жизнь меняется, требования людей тоже растут, и с учетом всех тех происходящих событий, скуплением БТО, и ряд других вещей, конечно, есть неудовлетворенность населения, мы должны эти вопросы разрешать. А то, что Новый год, это праздник такой семейный, я считаю, всегда встречали ему своей семьей, буду встречать его своей семьей. Спасибо за нашу совместную работу. Спасибо.